Не, ну ты посмотри, а. Рядом еще один цветочный магазин открывают. Все с ума что ли посходили? Нет, ну мало мне было одного конкурента. На, теперь их двое. Че мне делать-то? Просто необходимо определить свою конкурентную стратегию. Это как? Решать, кому из конкурентов первому ночью витрину расколотить? Я надеюсь, вы шутите? Может быть. А может и нет. На самом деле я имею в виду выбор одной из возможных конкурентных стратегий. Давным-давно один умный человек, профессор Гарвардского университета Майкл Портер, сформулировал три основных вида стратегии конкуренции. Вам только остается выбрать, какая из них вам больше всего подходит. Ну и что? Какие варианты? Чем гарвардский профессор может помочь скромному торговцу цветами в России? Первый тип стратегии – лидерство по издержкам. Это когда у вас самые низкие затраты, и вы можете предложить покупателям самые низкие цены. Например, вы можете существенно увеличить объемы закупки, договорившись о снижении цен за более крупные партии. Себестоимость товара снизится, и вы сможете задавить конкурентов с самым выгодным предложением в своем магазине. Задавлюсь, слепа! Ага, задавить, они вон сами кого хочешь задавят. Это ведь не отдельный магазинчик, как у меня. Это целые сети по всему городу, что одна, что другая. Если до ценовой войны дойдет, они у себя цены так снизят, что я по миру пойду. Тогда подумайте насчет второго типа стратегии. Он называется концентрация. Вместо того, чтобы биться за самую низкую цену на весь ассортимент, сконцентрируйтесь на одном, более узком сегменте. Например, на розах. И магазинчик ваш так и будет называться «свежие розы». Захочет, например, человек розы купить, а у вас самый большой выбор. Вы же только на них и специализируетесь. У соседей, конечно, тоже розы есть, но один-два вида. Да и то, если не разобрали под вечер. А у вас всегда и на любой вкус. Что ж ты молчал, жлоб? А это, кстати, может сработать. Кого-то из покупателей я потеряю. Ну, тех, кто за дешевыми гвоздичками приходил. А вот на розы всегда спрос есть. И маржа там, в принципе, неплохая. Но есть одно но. У нас у всех одни и те же поставщики. Боюсь, что мой ассортимент роз не так уж сильно от конкурентов отличаться будет. Ну, тогда вам на помощь может прийти третий тип конкурентной стратегии. Дифференциация. Здесь вам нужно сделать так, чтобы ваш товар существенно отличался от товара ваших соперников. Ты что, глухой что ли? Я же сказал, поставщики у всех примерно одинаковые. Как тут отличишься? Помните, в одной из наших прошлых бесед мы с вами говорили, что ваш товар это не только продукт. И ваш товар это не только цветы. Ну, допустим, вы можете начать делать какие-то особые уникальные букеты. В японском стиле, например. Как вам идейка? Хреновая идея. Тонких ценителей японского минимализма в нашем городе. Так же, как и любителей саке и хокку. Ноль. Да и к тому же, какая-нибудь дотошная тетка, которой муж принес вот такую композицию из двух палочек и трех цветочков, причем за немалые деньги, побежит сначала мужа в дурдон сдавать, а потом с этим веником она побежит ко мне, чтобы из моего фейса сделать... И что же, нет никаких идей, что уникального вы можете предложить своим покупателям? Что им может понравиться? Чем они увлекаются? Что их интересует? Брак, грязь, страх и ничего человеческого. Ну, не знаю. Ну, не японские букеты, это точно. Нет, ну а чё? Обычные люди сидят вон у телевизора, да и в соцсетях. Разговоры разговаривают. Про политику, про здоровье. Сейчас же все с ума посходили. На диетах и здоровом образе жизни. Хотя, погоди-ка. А, Марина, ты там на свои курсы по ароматерапии еще ходишь? Да. Чё, я и сертификат уже получила? Конечно. Это замечательно. А ну-ка, давай-ка расскажи поподробнее, есть у меня одна идейка. Давай-ка мы с тобой попробуем твою ароматерапию с продажей цветов скрестить. Будут у нас букеты, каких больше в городе ни у кого нет, а? Ну, типа создают правильную атмосферу и целительный эффект. Стратегия дифференциации или как ее там. Всякие умные теории в области менеджмента или маркетинга – это не только для больших компаний. Они могут быть полезными и в малом бизнесе. Мы с вами совершенно согласны. Ну, а мы будем стараться по мере возможности вас с ними знакомить. Ну, что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал «Справочное бюро предпринимателя». И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok